Австровитяне стали чаще летать по региону. За прошлый год в пределах Сахалинской области воздушным транспортом воспользовались 125 тысяч человек. Это на 8% больше, чем в 2021-м. Повышение спроса на авиаперевозки специалисты связывают с расширением сети районных аэродромов и модернизацией существующих. Среди маршрутов, по которым летают лайнеры, вместимостью до 70 человек, лидером по росту числа пассажиров стало направление Южно-Сахалинска-Аха. В северной столице региона построили новую взлетно-посадочную полосу, длиннее старой, на 300 метров. Это позволило снять ограничения по загрузке самолетов. Полоса была короткая, 1300 метров, и воздушные суда, которые выполняли полеты на эту полосу, они с неполной загрузкой летали. То есть для того, чтобы можно было сесть на короткую полосу, брали меньше пассажиров, и, соответственно, всегда возникал вопрос, а почему есть места в самолете, и при этом нет возможности улететь. Растет популярность маршрута в Александровс-Сахалинске. Туда летают маленькие борта, вмещающие до 19 пассажиров. Прирост на этом рейсе за год составил 90%. Напомню, развитие сети воздушного транспорта в Сахалинской области было отмечено на совещании, которое недавно провел полпредпрезидента в ДФО Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что сегодня Дальний Восток по большинству показателей развивается динамичнее среднероссийских темпов.